Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в молодежном творческом пространстве Медиазавод. Здесь вы можете прослушать интересные лекции, принять участие в различных играх и квизах, научиться снимать и монтировать видеоролики. И все это абсолютно бесплатно и доступно для молодежи от 14 до 35 лет. Медиазавод является подразделением Дома молодежи «Колпинец». Мы открылись в сентябре 2022 года. И основной задачей Дома молодежи является творческое развитие и патриотическое воспитание молодежи. И сегодня у нас в гостях доктор, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, психотерапевт, главный врач наркологической клиники, доктора Лазарева Игоря Александрович Лазарев. И передаю слово. Спасибо. Все, спасибо Регине за приглашение. Очень такое пространство здесь современное. И, как я понял, могут приходить сюда люди, посещать различные мероприятия, даже бесплатную психотерапию. Для меня такие лекции имеют важное значение. Возможность рассказать людям о том, какие бывают зависимости, что делать, если есть зависимость, какие существуют способы лечения. И много получаю я обратной связи после, ну, даже каких-то там выступлений или подкастов, что человек, послушав, обнаружив у себя какие-то признаки зависимости, имея высокую мотивацию, смог самостоятельно там прекратить употребление алкоголя или даже каких-то наркотиков. Вот. Поэтому сегодня я расскажу о том, какие причины развития зависимостей, биологические, психологические и социальные, о том, какая краткая история появления психоактивных веществ, как они вообще в истории человечества, какое играли значение, о механизмах смысла образования, о механизмах жизненного баланса, как способов справиться с зависимостью. Также расскажу чуть подробнее, ну, насколько по времени это будет возможно, о том, какие бывают зависимости в плане химические, нехимические, ну, и более подробно о химических, то, с чем я работаю, это алкогольная, наркотическая зависимость и так далее. Особое внимание постараюсь уделить особенностям наркозависимости и алкогольной зависимости у подростков и у детей, ну, скорее, у подростков, потому что там есть определенные закономерности, на которые надо обратить внимание. Ну, и в конце, естественно, расскажу, какие существуют современные подходы к лечению, потому что на эту тему тоже есть много мифов. Здесь вот наш логотип, который означает два листка распускающихся, возвращение к новой жизни, один из которых означает психическую частоту, а другой физическую. Вот, и начну я рассказывать с того, какие существуют причины зависимости. Зависимости – это, ага, отлично, спасибо, комплексное био-психосоциальное заболевание, то есть в его основе, основе его развития лежат совокупность биологических, социальных и психологических факторов. Поэтому вот там представление о том, что это только какая-то генетическая или это, ну, болезнь медицинская, не совсем правильно, потому что врачи считают, что только они могут, например, помочь зависимым. Социальный фактор, когда наоборот считают, что только вот там группы самопомощи могут помочь. Ну, и психологический, когда психологи думают, что только они могут помочь, и все тянут одеяло, в общем, в свою сторону. На самом деле, примерно там по 33% каждого из этих факторов имеет значение в развитии зависимости. Ну, и начнем с биологических факторов. Значит, биологическим факторам развития зависимости, относят, в первую очередь, наследственную предрасположенность, особенности какие-то органические, ну, то есть различные травмы, пренатальные, постнатальные, если это было в процессе родов или послеродов, это все имеет значение. И особенность обмена нейромедиаторов. В первую очередь, дофамина, серотонина и норадреналина. На самом деле, вот на эти нейромедиаторы действуют основные из известных нам наркотиков, о чем я буду рассказывать. Соответственно, серотонин влияет в организме человека на контроль негативных эмоций. То есть, если серотонина мало, у человека постоянная тревога, крутятся в голове негативные мысли. Влияет серотонин на систему сон-бодрствования. То есть, если серотонина мало, постоянные такие бессонницы либо ранние пробуждения. Это очень характерно для депрессивных состояний. также влияет на контроль болевой чувствительности. Если серотонина мало, то бывают такие различные психосоматические расстройства. Ну, концентрация внимания также имеет значение, потому что серотонин как бы дает возможность сконцентрироваться на выполнении какой-то задачи. Если его мало, и опять же, например, при депрессиях постоянное нарушение концентрации внимания, люди не могут сконцентрироваться на выполнении каких-то задач. И, в общем, депрессия это такой клинический пример дефицита серотонина, когда сниженное настроение, негативные мысли, негативные эмоции, нарушен сон, человеку сложно уснуть, он крутит перед сном какие-то мысли различные. Бывают нарушения в болевой сфере и так далее. Вот дофамин, следующий нейромедиатор. Потом я расскажу, как это связано с зависимостью. Дофамин – это вообще основной такой нейромедиатор системы подкрепления в головном мозге, то есть он отвечает за мотивацию, за изучение чего-то нового, за достижение результата. Вот мы что-то сделали, что-то получилось у нас, выбрасывается дофамин, и мы получаем ощущение удовольствия после достижения какого-то результата. Также он влияет на концентрацию внимания, как и на серотонин, и участвует в двигательной активности. То есть если проблемы с дофаминовой системой развиваются, например, болезнь Паркинсона, когда такая возникает скованность. И в плане настроения, если серотонин влияет на контроль негативных эмоций, то серотонин на положительные эмоции. То есть, например, наркотики, которые влияют на систему дофамина, такие как кокаин, не знаю, эфедрон, они непосредственно дают ощущение эйфории, радости и так далее. Но на какое-то время и за это потом приходится платить. Норадреналин. Третий нейромедиатор, который для нас имеет значение, это такой нейромедиатор, который сопровождает стресс. То есть при любой стрессовой ситуации возникает выброс норадреналина, и вот, например, всякие экстремальные виды спорта, люди подсаживаются на это, потому что ощущение азарта, энергия, и очень сильно норадреналин влияет на движение, поэтому, например, такой наркотик, как альфа-ПВП или соли, один из самых популярных сейчас, он очень сильно действует на систему норадреналина, и люди во время употребления могут разбирать полы или, не знаю, разбирать телевизор, сутками мыть посуду, потому что у них такая повышенная двигательная активность, они не могут себя просто физически остановить, а потом, ну, когда они прекращают употреблять, у них дефицит норадреналина, и они становятся вялыми, апатичными, перестают, ну, практически двигаться, да, то есть вот эти три нейромедиатора имеют значение, если у человека изначально, там, наследственный какой-то дефицит, он постоянно живет в тревоге, у него сниженное настроение, низкая активность, нарушена концентрация внимания, и вот он пробует какой-то наркотик, который на какое-то время, да, а большинство наркотиков влияет на все эти три нейромедиатора, просто в разной степени, и все, он чувствует спокойствие, уверенность, он уже король, да, вместо, когда был неуверенность, я чувствовал, у него физическое такое ощущение силы, и, конечно, быстро развивается психологическая зависимость, потому что это именно то, чего ему не хватало всю жизнь, и это является таким биологическим фактором развития зависимости, но помимо нейромедиаторов, значение также имеет особенность префронтальной коры головного мозга, то есть уже особенность состральной нервной системы, здесь, здесь вот еще про нейромедиаторы, как они влияют, ну, это, собственно, иллюстрация того, что я говорил, да, при дефиците дофамина развивается ангидония, а ангидония – это неумение получать удовольствие, апатия, а спонтанность, то есть, такое нарушение волевой функции, ну, часто это при шизофрении, в частности, встречается, да, при сиротонине основные такие симптомы, которые встречаются при депрессиях, также навязчивости, все это связано с тревогой, расстройство пищевого поведения, ну, и вот, собственно, норадреналин. А особенность префронтальной коры, она вот здесь отмечена зеленым, как бы контролирует, да, низшие центры, которые находятся под корой, так называемые подкорковые центры, и здесь, когда, чтобы проиллюстрировать более так доходчиво работу префронтальной коры, я всегда вспоминаю зефирный эксперимент, который проводили психологи, они давали детям зефир, и можно было съесть одну зефирку, но прямо сейчас, либо подождать час там или два и съесть, не знаю, 10-15 зефирок. И вот дети разделились на те, кто могут подождать, и те, кто не могут, им надо съесть прямо сейчас, пусть одну, неважно. И вот, а потом они выяснили, что те дети, которые не могут подождать, которые съедают зефир прямо здесь, сейчас у них жизнь складывается хуже, чем у тех детей, которые могут подождать. То есть, префронтальная кора, она отвечает за возможность оттянуть получение удовольствия, либо оттянуть необходимость погасить какую-то негативную эмоцию. Вот наши зависимые пациенты, у них, им надо все здесь и сейчас. То есть, возникает дискомфорт, какой-то тревога, да, а он, ну, у всех может в жизни возникать. И им надо срочно что-то принять, чтобы снять, погасить это напряжение. Они не могут ни негативные эмоции оттянуть, ни положительные. Поэтому вот дефицит этой префронтальной коры, он имеет значение, да, как биологический фактор развития зависимости. Ну, наследственность, само собой, потому что гены, да, кодируют все белки, и в том числе нейромедиаторов, генов, ну, связанных с нейромедиаторами белков. И, ну, сто процентов доказано, что при наследственной отягощенности вот в семь раз выше риск развития зависимости, если даже один из родственников страдает, например, алкогольной зависимостью, один из родителей, то риск развития до пятидесяти процентов. И, чтобы это подтвердить, вот был эксперимент, наблюдали за детьми, которые, так скажем, были усыновлены, и дети, которые непосредственно были детьми алкоголиков, да, алкозависимых. И у детей-алкоголиков в два с половиной раза выше риск развития алкогольной зависимости. Это, ну, достаточно серьезные различия. То есть, наследственность имеет значение, и потом это будет очевидно, когда я буду рассказывать еще о подростковом алкоголизме, потому что есть два типа. Ну, алкогольность с наркотиками все то же самое. То есть, при высоком влиянии наследственных факторов может развиваться такой злокачественный алкоголизм. И у меня были пациенты, которые уже в 25 лет переносили там белые горячки, да, алкогольные делили, судорожные припадки, и многие, к сожалению, даже до 30 лет не доживают. То есть, когда высокая такая генетическая предрасположенность, раннее начало употребления, развивается так называемый злокачественный алкоголизм, который может плохо, да, закончиться. И на моей практике, на моей практике люди, которые имеют такую тяжелую наследственность, делятся на два типа. Одни вообще не пьют, да, видя, например, поведение своих родителей, понимая, что у них есть такая генетическая предрасположенность, ну а другие начинают пить, и у них достаточно быстро и злокачественно протекает зависимость. Это касательно таких биологических факторов, да, связанных с наследственностью, особенностью нейромедиаторов, особенностью работы коры головного мозга, все это имеет значение. Если говорить о психологических факторах, ну об этом можно отдельную лекцию, да, посвященную психологии зависимого поведения, но на чем я хотел бы обратить внимание, это на такой пограничной личностной организации, которая часто возникает из-за воспитания в дисфункциональных семьях, то есть семьях, где, ну, например, один из родителей был тоже алкоголиком, и у него было непредсказуемое какое-то агрессивное поведение, либо у него было, например, расстройство личности, то, что мы раньше называли психопатией, опять же, с импульсивностью, с непредсказуемым поведением, ты не знаешь, сегодня он тебя похвает, да, или даст тебе, там, родитель подзатыльник, ты находишь, ребенок находится всегда в такой непредсказуемости, он не понимает, что ему ждать завтра, у него нарушается система мотивации, вообще, стратегического мышления, и постепенно развивается такая высокая чувствительность, это называется еще эмоционально неустойчивое расстройство, крайней полярности эмоций, чем характерна вот такая пограничная личностная организация, противоречивое представление о себе и других, контрастные образы, то есть, все, что связано с пограничностью, это такое черно-белое мышление, все либо хорошо, либо все плохо, и когда все очень хорошо, хочется там что-то употребить, ну и когда все плохо, хочется употребить, страх покинутости, это такая базовая эмоция, которая лежит при пограничном расстройстве, потому что в детстве не хватало принятия, не хватало любви из-за вот этой непредсказуемости, связанной с родителями, и у них постоянный страх покинутости, они в отношениях ждут часто, что их бросят, и поэтому бросают наперед, потому что ему кажется, что вот его бросит, да, и надо опередить это событие, чтобы не испытывать боль и тревогу, которую они испытывали в детстве, ну незрелые защиты психологические, идеализация, обесценивание, очень характерна для пограничной личностной организации, когда вот в отношениях может быть, в подростковом возрасте, кстати, такое чаще встречается, например, ты влюбляешься, и все, вот он у тебя в розовых очках, ты этого человека идеализируешь, а потом что-то он сделал неправильно, и все, он для тебя самый плохой человек в мире, то есть вот пограничники живут постоянно в полярностях, хороший, плохой, черно, белый и так далее, они не видят середины, а поскольку не видят середины, им постоянно надо эти эмоции чем-то корректировать, это часто психоактивные вещества, вот по моим таким наблюдениям, такая организация пограничная, ну где-то в 50, а то есть в 70 процентах у людей, вот у наших пациентов в реабилитации, например, которые проходят реабилитацию, она встречается, то есть это прям идет с зависимостью бок о бок такая организация, ну что еще для них характерно, низкая способность к рефлексии и алекситимия, вот алекситимия это неспособность определять и выражать свои эмоции, они как говорят, мне плохо, мне дискомфортно, он сам не понимает, что он испытывает, тревогу, чувство вины, стыд, грусть, печаль, просто мне плохо, и это плохо, естественно, надо снять употреблением какого-то вещества и реабилитация, она вот заключается в частности в том, что мы их учим сначала определять свои эмоции, что это грусть, печаль, стыд, вина, да, и что с этими эмоциями делать, в любом случае не снимать их психоактивными веществами, потому что, когда человек начинает снимать тревогу, грусть, печаль, стыд, вину, употреблением алкоголя или наркотиков, потом, теряя контроль над зависимостью, а я скажу чуть позже о критериях, он начинает этот стыд и вину испытывать в такой геометрической прогрессии, потому что он хотел выпить, например, немного, но он напивается каждый раз, вина у него зашкаливает, ему надо снова пить, 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 чтобы снять эту вину. Ну, склонность к манипуляциям, понятно, это всем зависимым характерно, ну, неспособность выносить напряжение, неопределенность, они при любом напряжении испытывают такие негативные эмоции, которые, опять же, хочется снять. Но, в отличие от каких-то психических расстройств, там, психотического уровня, они понимают, что с ними что-то не то, то есть они осознают свое страдание. И выделяют несколько видов мотивации уже к началу употребления психоактивных веществ, это алкоголь или наркотики. Первый вид гедонистический, ну, гедонизм, это стремление получить удовольствие или любопытство, в общем, каких-то новых ощущений, субмиссивные, когда следуют за какими-то традициями. часто подростки, например, смотрят на старших родственников, на старших детей, да, и чтобы не быть белой вороной, они тоже употребляют. Все, в общем, курят, и я курю, все выпивают, и я выпиваю, и вот мы проводим такие интервью, записываем с нашими пациентами, которые прошли реабилитацию, практически все начинают, ну, большинство, да, в таких ситуациях, что какая-то среда, старшие подростки, все пьют, ну, и мне там было просто никуда не деться, да, я тоже начинал пробовать, и начинают пробовать, если психологические, биологические факторы, у них уровень этих факторов высокий, то есть предрасположенность есть, психологические проблемы в виде вот этой пограничной организации, то риск того, что будет развиваться зависимость, он крайне высок, ну, какие еще бывают, коммуникативные, да, чтобы легче общаться, аторактические, снять напряжение, вообще, главные типы, это вот гедонистические, грубо говоря, получить удовольствие, что-то новое получить, и аторактические, то есть снять напряжение, снять негативные эмоции, грусть, печаль, тревогу, вину, вещество на какое-то время снимает, и человеку кажется, что все, вот он находится в комфортном, таком приемлемом состоянии, ну, псевдокультурный, да, в России, кто не пьет, это очень часто слышишь, потому что, вот даже иногда работать, на самом деле, проще с наркозависимым, потому что наркозависимые, ну, понимают, что у них болезнь, у них проблема, а люди, страдающие алкоголизмом, алкогольной зависимостью, говорят, так все же пьют, да, алкоголь продается в магазинах, то есть у нас есть определенная культура, и вот эти убеждения иногда сложно тоже преодолеть. Третья группа факторов – это социальные факторы, они тоже имеют значение, и особое значение в подростковом возрасте, ну, это доступность веществ, на самом деле, то, что сейчас происходит с развитием электронных площадок, покупки наркотиков, это, конечно, приводит к повышению доступности. У меня была девочка на приеме, которая в 12 лет сама самостоятельно покупала наркотики с помощью телефона, с помощью интернета, с помощью вот этих электронных площадок, потому что раньше, когда там, не знаю, в 90-е, 2000-е годы, ну, еще не все барыги, так скажем, продадут наркотик ребенку, а сейчас, потому что нет контакта прямого, и есть доступность, вот дети даже покупают. Мода на вещество, да, это связано с культурой, мой вот учитель, профессор, такой, Михайлов был, он говорил, что наркоманом становится еще до начала употребления, ты слушаешь музыку, где в каждой песне позитивное какое-то, да, отношение к наркотикам, там, Моргенштерн, я не знаю, кто еще был, Эл-Джей раньше, да, сейчас может быть что-то новое появилось, то есть, ну, пропаганда, это по-другому не назовешь, есть доступность вещества, и человек, если находится в такой социальной среде, где 9 из 10 уже попробовали, да, во всех песнях позитивные отношения, то есть вероятность того, что он попробует высока, а если у него выстрелят другие факторы, ну, высока вероятность развития зависимости. Ну, влияние подростковой группы, неблагополучное окружение, употребление родителями, это естественно, потому что если родители употребляют, вот часто меня просят, допустим, что делать, там, чтобы ребенок начал пить или что-то употреблять, я всегда спрашиваю, ну, а как вы сами, если родители при детях пьют, то есть, у них такое положительное отношение к употреблению, ну, что ждать, в принципе, от детей, да, надо всегда начинать с себя. И два стиля воспитания, гиперопека и гипоопека, это примерно в равной степени негативно сказывается на развитии зависимости. Я вот опять же общаюсь с нашими ребятами, которые прошли реабилитацию. Бывает, когда гиперопека, то есть, мама там его забирала из школы, не знаю, или нянечка, практически он вообще сам себе не был предоставлен, полностью под контролем, шаг влево расстрел, в 14 лет он только смог как-то вырваться, и все, сразу он начал употреблять все, что можно, да, ну, как говорится, оторвался. А ну, а гипоопека, когда вообще не смотрят за детьми, дети воспитываются социальными группами подростковыми, если эти социальные группы неблагополучны, то тоже самое, высокий риск развития зависимости. И вот когда я говорю о социальных факторах, всегда вспоминаю еще один эксперимент, который называется «Крысиный парк», когда крыс поделили на две группы, одна группа получала воду и морфин, и, в общем, вот у этих крыс в клетке ничего не было, была клетка, вода и морфин, и они очень быстро становились наркозависимыми крысами, переставали есть и умирали. А во второй клетке у них был вот этот крысиный парк, то есть там какие-то аттракционы, там были, если самцы, то для них были самки, постоянное, в общем, развлечение и все, что угодно, и вот эти крысы выбирали воду, они не выбирали морфин, хотя он был в такой же доступности, и тогда вот обратили внимание, насколько важны вот эти социальные факторы, то есть возможность получать удовольствие не химическим путем, даже для крыс, возможность выстраивать какие-то отношения конструктивные, и это говорит вот о такой важной значимости социальных факторов, потому что потом я скажу, когда мы занимаемся лечением, очень важное значение имеет ресоциализация, то есть возвращение человека в социум, чтобы когда он вернулся, например, из реабилитационного центра, его супруга, там, или девушка, да, она понимала, не начинала его сразу прессовать, когда они меняются местами, то он жертва, то спасатель, да, и вот благополучное социальное окружение, восстановление работы, семейных каких-то таких хороших отношений, оно, конечно, влияет на то, будет у человека ремиссия, либо он сорвется и вновь начнет употреблять. То есть все три группы факторов, о которых я сегодня сказал, имеют примерно равное значение. То есть, чтобы развилась или начала развиваться зависимость, надо, во-первых, биологическая предрасположенность, во-вторых, такая определенная психологическая конституция, связанная с специфическим, так скажем, воспитанием и неблагополучные социальные факторы. Как развивается зависимость? Здесь надо определить такой термин, как аддикция. Ну вот я это понимаю, как такой доболезненный этап развития зависимости, когда еще нет физической зависимости, человек там не ломает, не знаю, он не похмеляется, но он уходит в мир таких переживаний, которые измененного состояния сознания, вызвано употреблением какого-то вещества или действием. Дальше я расскажу. То есть, не обязательно вещество, это может быть компьютерная зависимость, то есть, уход в компьютерные игры, уход в азартные какие-то игры, когда постоянно там делаются ставки, даже шопоголизм, неважно. В общем, любое такое измененное состояние сознания, которое необходимо для ухода от реальности. И вот этот уход от реальности называется аддикция. Может быть, пиво или какие-то вещества, но еще без признаков зависимости. И аддикции делятся на химические, нехимические и промежуточные. Химические – это то, с чем мы работаем, алкоголь, наркотики. Нехимические – наверное, сейчас следующий будет слайд как раз про нехимические, наверное, с них и начнем. Их огромное количество, вот можете посмотреть. Гемблинг – зависимость к азартным играм. Раньше это была проблема суперсерьезная, потом казино запретили, и сейчас это перешло в интернет. Но были у меня пациенты, которые, в общем, один рассказывал, я вспоминаю историю, что он просто неделю жил практически в казино, снял отель через дорогу, ходил туда помыть голову, три часа поспать и все остальное время играть. То есть, насколько выражено влечение. И исследования показывали, что ломка, грубо говоря, обстиненция, когда человек играет и перестает играть, практически такая же сильная, как при героиновой зависимости. То есть, человек испытывает выраженную депрессию, выраженное, навязчивое желание вновь и вновь играть, отыграться, и тревогу, некоторые даже болевые ощущения отмечали. Вот недавно мы проводили группу, я общался с пациентом, с нашим, он говорил, что я все проиграл, и у него было чувство вины. Проиграл там какое-то огромное количество денег, чувство вины, и как работает мозг зависимого, ему пришла в голову мысль, что, чтобы эту вину искупить, надо купить жене квартиру. Чтобы купить квартиру, ее надо выиграть. И он проиграл все, что вообще, в общем, под ноль. Вот парадоксы, когда это слушаешь стороны, кажется, ну, какая-то, в общем, дичь. А он, у него эта стройная система мышления, надо отыграться. У игромана всегда такая основная мысль, надо отыграться. Вот сейчас все, последняя ставка, и точно я все свои долги на 40 миллионов отыграю, и проигрывают оставшиеся все. Эротические аддикции, очень популярная тема, они делятся на любовные аддикции и сексуальные. Ну, про это все можно долго говорить, да, любовная зависимость. Сейчас про это много пишут, когда появляется такое сверхценное отношение к объекту любви. Кажется, что это вот все навсегда, ты ждешь смс-ок и так далее. Аддикция, напомню, это погружение в мир, да, вот этого измененного состояния, как уход от какой-то реальности. То есть что-то не устраивает, проблемы в отношениях, там могут быть финансовые проблемы, социальные, те или иные, и ты уходишь вот в эту, так скажем, любовь, ну, в кавычках, на самом деле это аддикция, и она поглощает все твое сознание. Чуть позже я расскажу о критериях химических зависимостей, и вы поймете, что их можно переключить, ну, перенести на любую нехимическую зависимость, на любовную, секс-эголизм, да, второй вариант, когда человеку надо постоянно, постоянно, постоянно менять партнеров, какие-то новые, там, ну, не знаю, извращения, то есть новые, новые, новые эмоции, он, дофамин выделяется уже только от каких-то совсем, там, экстремальных, и это растет, растет, вот фильм, есть такой стыд, шейм, да, там показан такой, секс-эголик, и когда у него появились какие-то спокойные, нормальные отношения, у него вообще там ничего не получалось, то есть им надо постоянно, постоянно экстрим, к сожалению, люди потом начинают от этого страдать. Технологические аддикции, вот это то, что сейчас самое популярное, тут много всего, например, зависимость от посещения порно-сайтов, и вообще порно-зависимость становится такой, серьезной проблемой, потому что этим занимаются, да, страдают молодые люди, и это часто у мужчин приводит к нарушению эрекции в очень таком раннем возрасте, там в 20-25 лет, потому что постоянно, постоянно меняется картинка, а мозг не понимает, реальность это, да, или это вымышленная картинка, и был пациент, вернее, ну не у меня, мне рассказывал доктор один, что у него был пациент, который, ему надо было смотреть, по-моему, порнографию, ну чуть ли не каждый час, и он на работе уходил в туалет, и в общем смотрел, порно, да, и настолько страдал, что обратился к специалистам, просто навязчивое посещение сети, когда постоянно перематываются какие-то сайты, то есть ты сел в интернет, вышел через, там, два-три часа, компьютерная зависимость, вот если игровая зависимость, ну, чтобы понимали, это не диагнозы, да, это скорее такая, для психотерапевтической классификации, но вот гемблинг, зависимость от азартных игр, это уже диагноз, то есть с этим, такой диагноз ставится, а в новой классификации болезней, в одиннадцатой, будет еще зависимость от компьютерных игр, то есть вот те, кто страдают, да, игрой там, в доту, или в что-нибудь еще, в контерстрайк, будут ставиться им, такие официальные диагнозы, по факту психиатрические, чуть позже расскажу критерий, будет понятно, да, чем отличается просто компьютерная игра от игровой зависимости, есть социально приемлемые зависимости, если эти зависимости, ну, относительно социально неприемлемые, то есть люди начинают страдать учеба, они проигрывают деньги, страдают отношения из-за того, что он постоянно сидит, играет в танчики, то есть относительно социально приемлемые, например, работа-голизм, и все таким сотрудникам рады, которые сидит с утра до вечера, не хочет уходить с работы, ну, на самом деле это тоже может быть аддикция, потому что он уходит от, ну, например, у него проблемы в отношениях, он не может там с женой наладить отношения, или просто у них уже ничего нет, и он уходит, опять же, в мир работы, вот в этот вымышленный, так скажем, мир, да, для того, чтобы уйти от какой-то не устраивающей его реальность, то есть любая зависимость, это как такое, не знаю, помойное ведро, которое есть, то есть есть проблемы, которые надо решить, по идее, но человек их решить либо не может, либо не хочет, и он это ведро как бы прячет в шкаф, употребляя какие-то вещества, но проблема, поскольку не решается, рано или поздно, это все начинает вонять, грубо говоря, да, и возникают уже проблемы, связанные с зависимостью, спортивные аддикции, очень интересно, они тоже делятся на, условно говоря, эндорфиновые, зависимость, там, от качалки, от тренажеров, от каких-то больших весов, и катехоламиновые, связанные с экстремальными видами спорта. Аддикция, группирование, шоу-поголизм, различные религиозные аддикции, то есть постоянная необходимость в духовном поиске, это есть практически, ну, у всех нас надо понимать, что это не диагнозы, и иногда, ну, вот я такую концепцию в плане лечения использую, чтобы вылезти как бы от зависимости, например, от химической, от наркотической, невозможно, надо перевести химическую зависимость, сначала в какую-то нехимическую, потому что от наркотика люди умирают, ну, например, от спортивной аддикции, да, или даже от секса-голизма, ну, от секса-голизма можно чем-нибудь заразиться, ну, там, от работа-голизма, или от спортивной аддикции, умереть невозможно, или от дикции-группирования, то есть мы переводим, например, в зависимость от группы, самопомощи, люди постоянно ходят там на группы, занимаются выздоровлением, каким-то духовным ростом, это надо, Потом уже, когда есть стабильный ремитий, мы занимаемся жизненным балансом, о чем я чуть позже скажу. Давайте перейдем к химическим зависимостям, потому что про каждую нехимическую, опять же, тема отдельной лекции. Это то, с чем, собственно говоря, работают наркологи, потому что, повторюсь, с нехимическими, скорее работают психотерапевты, психологи, к наркологам все-таки редко обращаются, только если от азартных игр. Вот какие существуют химические зависимости. Мы их вот так шифруем от F10 до F19, между врачами говорим там F10, F11. F10 – это зависимость от алкоголя, наверное, самая распространенная химическая зависимость. Раньше это называли алкоголизм, сейчас правильно говорить алкогольная зависимость, чтобы не стигматизировать людей, страдающих этой зависимостью. У нее есть три стадии – первая, вторая и третья. На первой стадии появляются симптомы утраты контроля, об этом всем я чуть позже скажу. Контроли над количеством употребления алкоголя растут, дозировки употребляемого алкоголя исчезают, рвотный рефлекс. Но самое главное – появляется такое навязчивое желание, тяга. Постоянно употреблять алкоголь, это может быть при хорошем настроении, при плохом настроении. Важно понимать, что тяга, она носит навязчивый характер. То есть это нежелание. Человек называет это своим желанием. На самом деле он пьет из-за того, что у него появляется вот это патологическое влечение, тяга. Но чтобы не признавать себя сумасшедшим, потому что ты пьешь из-за непонятного, да, как бы непонятного влечения болезненного, люди начинают задним числом объяснять, что здесь я пил, потому что у меня стресс был, на работе переутомился. Здесь я пил, потому что было хорошее настроение, надо было его приподнять. То есть задним числом придумывают сам себе, если человек в это верит, он верит в это. И важно, конечно, понимать, что если патологическое влечение появилось, оно разворачивается по своим механизмам. Ну, об этом я в критериях в следующем слайде расскажу. Вот первая стадия отличается от второй тем, что на второй стадии алкогольной зависимости появляется алкогольный абстинентный синдром. Или похмельный синдром, когда уже человек начинает похмеляться. Вот это основная масса пациентов, которые к нам обращаются, когда 2, 3, 5, 7 дней у человека запой, он снижает дозировки, либо полностью прекращает пить, и он начинает трясти, то есть у него возникает тревога, тремор, бессонница, потливость, сердцебиение, нарушение пищеварения, могут быть даже галлюцинации, это называется синдром отмены алкоголя с делирием. И это, собственно говоря, жизнеугрожающая ситуация, то есть бывают даже летальные исходы на фоне этого состояния. А на третьей стадии алкогольной зависимости дозировки падают, развивается такая уже, так скажем, энцефалопатия, то есть нарушается работа мозга, люди становятся дурашливы, у них снижается память, они выпивают практически постоянно среди дня, это часто бывают уже пожилые люди, люди даже ночью просыпаются, выпивают там 30-40 грамм, потому что у них практически отсутствует сон без алкоголя. Ну и эта стадия заканчивается смертью от осложнений, это в первую очередь цирроз печени, проблемы с сердцем алкогольной кардиомиопатии, которые заканчиваются, может, внезапной смертью, проблемы с головным мозгом. Ну давайте дальше, чтобы пробежать по всем, F11, зависимость от опиоидов, к счастью, все-таки эта зависимость уходит, потому что я вспоминаю те годы, когда начинал работать, это 2007-2009, вот, кстати, в Колпино был такой какой-то очаг тогда, помню, очень много было пациентов с героином, потом, ну в Питере потом появился там метадон, в основном тогда был героин, в общем, достаточно, это была серьезная проблема, потом, я помню, были пациенты с крокодилом, это дезоморфин, такой синтетический аналог, употребляли также коаксил таблетки, в общем, все это выглядело крайне жутко, людям ампутировали там руки, ноги, вторая стадия опиоидной зависимости, она проявляется в виде ломки, ну все, наверное, видели это в фильмах, да, где-то, когда неприятные болевые ощущения, но на самом деле это не сколько болевые ощущения, сколько такой вот обман работы мозга, да, вместе с депрессией, со сниженным настроением, вы уже знаете, как серотонин влияет, то есть все нейромедиаторы влияют на болевую чувствительность, и человеку на фоне сниженного настроения тревоги кажется, что у него все болит, и ему просто необходимо сейчас вновь уколоться, иначе он умрет. На самом деле умереть невозможно, а вот такое дискомфортное, неприятное состояние. Сейчас опиоидов уже крайне мало, в основном такие пациенты, там, 40 лет, да, которые еще с тех лет употребляют, сейчас это в основном метадон, и, конечно, ну, их очень тяжело лечить, потому что у них куча сопутствующих заболеваний, там, ВИЧ, гепатиты, и они тоже сейчас очень, ну, очень часто умирают. Зависимость от каннабиноидов, F12, это популярно, наверное, особенно в молодежной среде, и насчет каннабиноидов много различных таких идет споров. Защитники каннабиноидов часто там на меня нападают, что во всем мире там леголайс или лечебная марихуана, да, и все, вы пристали, надо это разрешить. Поэтому, ну, на мой взгляд, сравнивать, сейчас сравнивать с алкоголем, ну, может быть, алкоголь действительно более страшен в плане последствий, потому что есть такая таблица, ну, здесь у меня нет слайдах, там вред различных веществ для себя и для окружающих, и там алкоголь стоит на третьем месте после кокаина и героина. То есть, ну, алкоголь действительно, ну, это крайне серьезно, но каннабиноиды приводят их длительное употребление, помимо того, что развивается зависимость, к ряду проблем, таких мы, психиатрии, называем шизофреноподобный дефект, то есть развивается снижение мотивации, люди не хотят ничего делать, там хочется, не знаю, сидеть дома, никуда не ходить, снижается вот этот интерес к жизни, да, снижается уровень дофамина, и то есть необходимость чего-то добиваться, получать, плюс эмоциональное нарушение в виде постоянной раздражительности, перепадов настроения, проблемы с памятью, ну, и вот нам все-таки вот эти волевые нарушения, они, наверное, самые неприятные. Ну, наверное, видели, у всех есть такие какие-то друзья, которые перестают там чем-то интересоваться, они сидят дома, и кроме того, как покурить, ну, у них никаких интересов нет. Зависимость от седативных и снотворных средств, ну, здесь, например, такие препараты, как лирика, тоже это вот популярно, там, габапентин, ну, и множество седативных средств, там, баклосан и так далее, от них развивается зависимость, но вот от лирики развивается синдром отмены, в принципе, с ломкой, и есть такие теории, да, что она также действует на опиоидные рецепторы в больших дозах, и поэтому, когда люди бросают употреблять, у них тоже физический дискомфорт практически как от героина. F14 – зависимость от кокаина, но самое сейчас распространенное – это зависимость от психостимуляторов. Если раньше были, ну, в 90-е, там, 2000-е, это был эфедрин, разная его, там, комбинация, люди варили первитин, это винт, да, метамфетамин, то сейчас это, конечно, мифедрон и альфа-ПВП, вот та самая соль, о которой я говорил, я недавно смотрел анализ рынка сбыта веществ, и мифедрон занимает 25% всех продаж, да, и альфа-ПВП было 15%, но, я думаю, сейчас еще больше, то есть вот на альфа-ПВП и на мифедрон приходится половина вообще потребления, покупки всех наркотиков. То есть это настоящая эпидемия, и про мифедрон можно чуть поподробнее сказать, потому что, да, если героин, ну, я не помню, когда последний раз даже в клинике видел, это очень редко бывает, то мифедрон – это практически… мифедрон и соли – это основная масса наших пациентов. Если с солями более-менее понятно, там развиваются психозы, людям кажется, что за ними следят, они смотрят в замочную скважину, то вот мифедрон такой тихий убийца, да, потому что он влияет на ощущение… вот мифедрон действует на серотонин очень сильно, и когда вспомните эффекты, и дает ощущение близости, любви, какое-то такое принятие, плюс с этим такое положительное настроение, и кажется, что все, вот, да, вот тебя принимают, вот это тот человек, соупотребитель, который тебя по-настоящему любит, и от этого очень сложно отказаться. Развивается психологическая зависимость, которая потом приводит в силу эффектов, да, на серотонин и на дофамин, к депрессиям, к паническим атакам. Такие депрессии сложно лечатся, даже с помощью антидепрессантов, и без реабилитации практически из этого выбраться невозможно. То есть сначала эти срывы раз в неделю, потом чаще и чаще. В общем, мифедроновая эпидемия такая сейчас, на мой взгляд, самая серьезная проблема, о которой надо больше и больше говорить, потому что мы не знаем, какие будут последствия. Не так давно это все появилось, но пациенты, которые к нам обращаются после мифедрона, у них есть и когнитивные нарушения, то есть нарушение памяти, там нарушается даже почерк. То есть головной мозг очень сильно страдает от этого всего. Ну, кофеин тоже сюда включен, да, как психостимулятор. Вот кофеиновая зависимость, наверное, у многих есть. Здесь, опять же, надо понимать, да, по тяжести. Галлюциногены. Ну, про галлюциногены я чуть попозже еще скажу. С галлюциногенами тоже редко все-таки обращаются, к наркологам, это там, ЛСД, различные псилоцибиновые грибы. Они скорее страшны не физической зависимостью, не ломкой там какой-то, а тем, что у людей с нестабильной психикой или у людей с психическими заболеваниями развиваются разные бэт-трипы, люди выпрыгивают из окон или дебютируют психические заболевания, такие как, например, шизофрения. То есть она могла бы быть, могла бы не быть, есть предрасположенность, но прием ЛСД сразу как бы тебя отправляют в космос, уже в психиатрическую больницу. То есть здесь скорее последствия не в виде зависимости, а в виде вот таких психических осложнений. F-17, зависимость от табака, это самая популярная, самая распространенная химическая зависимость, а об этом вообще многие не понимают. Думаешь, это вредная привычка или там, да, какое-то плохое поведение. В мире, по-моему, полтора миллиарда человек страдают никотиновой зависимостью и умирает в Америке, например, вот никотиновой зависимостью людей больше, чем от всех наркотиков, алкоголя, огнестрельных ранений и ДТП вместе взятых. Потому что никотиновая зависимость приводит к проблемам с сосудами, с сердцем, к онкологическим заболеваниям, и это все, конечно, заканчивается смертью. Сейчас проблема, скорее, электронные средства доставки табака, потому что вот здесь молодежь, это всякие HQD-шки, вейпы, айкосы, что там только не придумают, потому что табачные фирмы каждый год придумывают какое-то новое. Если с сигаретами понятно, что это вредно, это плохо, то эти HQD позиционируют как что-то с приятным вкусом, безвредное, без дыма, можете курить на уроках, там, где угодно. И, конечно, количество никотина, которое поступает с этими электронными средствами доставки никотина, оно бывает значительно выше, чем даже вот таких обычных сигарет, которые с процессом горения. И разницы, как никотин поступает, никакой нет. Зависимость развивается именно от никотина. Никотин – такое интересное вещество, он действует на холинорецепторы в мозге, и они как бы модулируют системы активации. То есть человеку с утра надо проснуться, он покурил, сразу бодрый, ему хочется что-то делать, он идет на работу, особенно с кофейком, прекрасно. Вечером хочется успокоиться, он покурил, и уже его успокаивает никотин. Ну, то есть неважно, сигарета это или средство доставки никотина, никотин действует примерно одинаково. И также он действует на систему дофамина, то есть развивается положительное подкрепление. Человек уже не получает это удовольствие, без сигарет ему становится, или без этих айкосов сложно. В общем, это такая отдельная тема. У нас было недавно такое в Москве, круглый стол, так скажем, в компании, которая генетикой занимается. Скоро оно выйдет. Там мы подробно вот эту тему, связанную с никотиновой зависимостью, разбирались с никотиновой зависимостью. Ну, летучий растворитель. Кстати, среди подростков тоже это популярно. Клей там какой-нибудь, бензин. Сейчас это я знаю. У меня были такие пациенты. Газ для зажигалок, освежители воздуха вдыхают. Для того, чтобы получить вот это одурманивающее измененное состояние, связанное с гипоксией. И сейчас даже хотят запретить продажу газа. Я знаю, мне звонили журналисты вчера. Новый законопроект. Это вообще детям зажигалки, газ для зажигалок, чтобы запретить продавать. Но, как вы понимаете, запреты не решают проблемы. В конце мы об этом поговорим. Ну, и F19 – это когда сочетание. Чаще всего мы встречаемся с сочетанием. То есть человек употребляет несколько каких-то веществ одновременно. Алкоголь там и кокаин. Не знаю, либо еще что-то. Алкоголь и кофеин. Что у нас там дальше. И вот здесь уже поинтереснее. Вы уже подкованы. Вы знаете, какие бывают зависимости. Нехимические. Какие химические. И здесь критерии синдрома зависимости. Как заболевания. Достаточно трех из этих признаков, чтобы можно было поставить диагноз зависимости. Ну, мы ставим диагноз химической зависимости. Но если перенести на нехимический, на самом деле там все то же самое. Первый критерий – это тяга. Основной такой психопатологический феномен. Это непреодолимое желание к приему того или иного вещества. Или, например, сделать ставку, если мы говорим о нехимической зависимости. Второе – нарушение способности контролировать поведение. То есть это называется нарушение контроля. Когда, ну, берем пример с алкоголем. Хотел выпить бутылочку пива. Каждый раз напиваешься. Выпиваешь там много. Потом мешаешь с водкой. То есть отсутствует контроль у такого человека. И он хочет, он рад бы. Пациенты у нас, как говорят, доктор, я бросать пить не хочу. Меня научите пить, чтобы я мог 50 грамм выпить, но не напиваться каждый раз. Но если контроль утерян, он, к сожалению, не возвращается. И у меня были пациенты, которые не пили, например, 15 лет. Вообще потом у них был срыв. Вот он рассказывал. Я думаю, ну, через 15 лет я уже, наверное, точно научился. Он выпил 50 грамм, не ушел в запой. На следующий день еще 50 грамм, не ушел в запой. А на третий день он выпил. И полгода он по больницам, по клиникам. Когда я его лечил, он уже в каком-то жутком был там таком состоянии. То есть контроль, если исчез, то он не возвращается. Даже если человек 10, 15, это вообще ничего не употребляет. Третий критерий. Синдром отмены или абстинентное состояние для алкоголя. Это вот похмельный синдром, да, о котором я говорил, который проявляется бессонницей, потливостью, сердцебиением. Даже могут быть галлюцинации в виде белой горячки. Для героина и опиоидов это ломка. Ну, при стимуляторах, при вот этих солях, амфетаминах, там скорее такая астения. То есть постоянная слабость, на фоне этого сниженное настроение, вялость, нежелание что-то делать, навязчивые мысли. То есть любое состояние отмены сопровождают навязчивые мысли о том, что надо, 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 надо срочно похмелиться, понюхать, употребить, уколоться. Иначе я умру, грубо говоря, да. Настолько некомфортно, плохо. То есть все это придумано вот этим порочным механизмом зависимости, чтобы человек сорвался. Четвертый критерий. Толерантность. То есть это способность переносить большие дозы. У меня был пациент, который во время запоя выпивал 3 литра водки в сутки. То есть нам кажется это смертельно. Да и мы умрем, наверное, большинство из вас, и я тоже. А он 0,5 выпивал с утра только, чтобы просто проснуться, вот так из горла, снять похмелье. И еще как бы вот эти 2,5 литра дальше в течение дня. И он не то, что он как бы, вот он так функционировал. Поэтому это называется толерантность дозировки. С героином, например, те дозы, которые сразу убивают человека, наркозависимые, там спокойно у меня были, там и 10 грамм. Ну то есть это как бы сразу у нас всех тут, да и всех бы убили эти 10 грамм, а он один как бы кололся этим, да. Ну и с мефедроном то же самое. Дозы растут, растут. Если раньше, чтобы получить какое-то удовольствие, нужна была там как-нибудь одна дорога, да, то потом это уже грамм и дальше растет. То есть это такой один из критериев. Поглощенность употреблением психоактивного вещества. Это важно, это уже больше такой психологический. То есть и уходят другие интересы из жизни. Учеба, семья, работа. И все интересы начинают так или иначе связаны с употреблением, с приобретением, употреблением вещества. Если это не химические зависимости, то там с компьютерной игрой. Друзья превращаются в соупотребители. Кажется, что это друзья на самом деле это либо собутыльники, либо соупотребители. Либо друзья по компьютерным играм. Вот как-то их тоже называют слово, я не помню уже. И шестой критерий продолжения употребления, несмотря на вредные последствия. То есть алкозависимый, например, с циррозом, ну понимает, что цирроз, ну надо бросить уже точно, да, но он не может. И у меня таких кучи было пациентов. Чем сильнее его пугаешь, да, ну что ты там умрешь. У него тревога, тревогу он привычно снимает алкоголем. То же самое с сигаретами. Я всегда пример привожу. Был пациент в хирургии, которому отрезали, ампутировали ногу из-за проблем с сосудами, которые связаны с никотином. И первое, что он спросил, когда, в общем, наркоз у него перестал действовать, где здесь можно покурить. То есть несмотря на вредные последствия, человек это понимает. Поэтому пугать на самом деле бессмысленно. Любую зависимость надо лечить. Он продолжает употреблять. И вот если три критерия есть, ну, например, есть постоянная тяга. Ну тяга она есть практически всегда, если человек систематически употребляет. Если у него растут дозировки, если он перестал контролировать употребление. Кроме, кстати, количественного контроля бывают ситуационные, когда, ну, на работу, ну, нельзя точно с похмелем прийти. Человек все равно пьет и рискует. Садится за руль с перегаром, а то и пьяный садится. То есть в тех ситуациях, где точно нельзя, он не может себя остановить. И вот три критерия вполне достаточно, чтобы поставить диагноз синдрома зависимости. И если три у вас есть, это в любом случае повод задуматься. Это точно не вредная привычка. Это уже речь идет о химической зависимости. Для нехимических тоже, пожалуйста, соберите три. С компьютерными играми, с каким-нибудь или, например, с казино будет все то же самое. Постоянное желание отыграться при прекращении игры. Синдром отмены, депрессия, сниженное настроение, навязчивые мысли, толерантность. То есть надо больше и больше денег, как я говорил, доходить до того, что неделю человек играет, проигрывает все. То есть любую нехимическую зависимость можно прогнать по этим критериям, и будет все то же самое. Ну, теперь немного я хотел бы поговорить о подростках, насколько это серьезная проблема, значимая. Поэтому вот очень для меня важно на эту тему сказать, потому что по последнему исследованию, которое проводил «Трезвая Россия», среди детей, подростков, 13-15 лет, 5 из 10 пробовали те или иные наркотики. Среди подростков, учащихся 15-17 лет, 7 из 10 пробовали те или иные наркотики. И там и там 30% девочки, да, и 70% мальчики. То есть масштабы. Но то, что пробуют, это, конечно, не говорит о том, что у каждого из них разовьется зависимость. Какие же все-таки есть особенности для сначала алкогольной зависимости в подростковом возрасте, а потом и о наркотической немного расскажу. Ну, во-первых, злокачественное течение. Помните, я об этом говорил, когда рассказывал о генетических факторах. То есть если есть тяжелая наследственность, неблагоприятные, там, социальные, психологические факторы, может развиваться злокачественный алкоголизм. И к 20 годам люди не то, что похмеляются, они уже, как я вот рассказывал на примере, уже, ну, белочка к ним приходит. Достаточно быстро развивается зависимость в подростковом возрасте, ну, потому что системы еще головного мозга не сформированы. За 3-5 лет может уже развиться полноценная зависимость. И вот важно, что здесь возможно обратное развитие. Я читал такие исследования, что изучали людей, которым ставился диагноз в 15 лет алкогольная зависимость, а в 30 лет у них ничего не было, была полноценная жизнь. Ну, то есть они даже к какому-то контролируемому потреблению возвращались. Потому что в этом подростковом возрасте, вспомним, социальные факторы, вот они играют первостепенные значения. Если человек потом попадает в благополучную какую-то социальную среду, у него нормальные отношения, у него нет друзей-соупотребителей, могут симптомы быстро уходить. А если социальные факторы продолжают вот этими быть негативными, то есть у него проблемы в семье, у него все друзья употребляют, то будет зависимость дальше развиваться. На этом этапе, ну, то есть в подростковом возрасте часто уже сразу исчезает контроль, о котором я говорил в критериях зависимости. И часто дети или подростки просто попадают в токсикологию с отравлениями, потому что пьют те дозы, которые для них там неприемлемы. Похмельный синдром у подростков тут еще нет таких физических симптомов в виде там потливости, сердцебиения, а больше проявляется в виде депрессии и навязчивых-навязчивых мыслей еще выпить. И часто, естественно, сочетание алкоголя с употреблением веществ, это либо гашиш, либо вот как раз те вещества клея, ацетон и так далее, о которых я говорил. Что касается наркотиков, здесь интересная особенность в том, что не всегда есть возможность приобретать химические наркотики, такие классические, и использовать все, что можно. Вот я, когда ТикТок был разрешен, у меня был в ТикТоке аккаунт, и там проводил я стримы, там было много, до тысячи человек, и подростки, ну очень много было подростков в социальной сети молодежи, писали про то, что они употребляют. Я некоторые вещи, честно говоря, не знал. Вот ремонтодин я там привел в пример, это противовирусное средство, но в больших дозах, они там по несколько пачек съедали, приводят к опять какому-то измененному состоянию сознания. Триганде очень популярный препарат, который дети, подростки едят. Вот Триганде, например, содержит парацетамол и децикловерин, ну ради которого употребляют. Некоторые едят таблетки целиком, а парацетамол токсичный. И вот мне там писали подростки, я попал в реанимацию от этого Триганде, у меня там пожелтел, билирубин повысился. В общем, из-за того, что нет доступности наркотиков таких, едят все, что попало. И часто такие, так называемые, вот типа галлюциногенов, например, циклодол, холинолитики, которые в больших дозах вызывают галлюцинации, холинолитический делирий, так называемый. А к чему это приводит? К тому, что мозг, конечно, страдает от каждого такого состояния. Неважно, делирия это от Триганде, от циклодола или там от других таблеток. Развивается снижение интеллектуальной функции, снижение концентрации внимания и так далее. Это все потом, естественно, сказывается в более таком старшем возрасте, потому что развиваются проблемы в виде энцефалопатии. Ну, теперь уйдем немного в историю. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Немного истории, чтобы понимать, что вещества – это, конечно, неоднозначное зло. Цивилизация человеческая использовала психоактивные вещества на протяжении тысячелетий. То есть вот шаманизму где-то насчитывается 15 тысяч лет, как минимум 5 тысяч лет назад, например, амазонские племена использовали айвазку. И суть использования галлюциногенов, она была в том, что проводились обряды инициации. То есть переход, например, мальчика в мужчину, когда сажали в пещеру мальчика, и он там сидел с крокодилами в неизвестности, в темноте. Потом ему давали какой-то галлюциноген в разных частях света, это разные галлюциногены. И потом шаман делал ему вот этот обряд, и он уже был мужчиной. Он мог там заводить семью и так далее. Алкоголь тоже использовался в обрядах, например, в Римской империи, когда отмечали, так скажем, сбор урожая или переход одного времени года в другое. То есть проблема, скорее, возникла, когда вещества стали употреблять для того, чтобы получить удовольствие, то есть с реакреационной целью. И здесь вкратце, вот что сделала наша цивилизация. Шаманы там 15 тысяч лет использовали, а за последние там 100-200 лет, в общем, перепробовали все фармацевтические фирмы. Сначала для лечения кашля придумали героин, ну, очень классно. Ну, кашель он убирает, но стали возникать другие проблемы. Вот если сериал смотрели, в больнице Никербокер, там от кокаина начали лечить там доктора героином, в общем, и у него как бы эта зависимость развилась. Все придумали фармфирмы. Амфетамин. Во время Второй мировой войны, например, американские, британские войска использовали амфетамин, а немецкие войска, первитин и вот эти блицкрик-атаки немецких войск, когда они просто шли в лобовое... То есть на первитине они не спали, у них была постоянная энергия, они шли в атаку без страха, без всего. Потом эти войска, в общем, отсыпались, и новая партия вот этих первитиновых боесоединений шла в атаку. И даже альфа-ПВП вот эту соль тоже придумала компания Берингер как лекарство от депрессии в 70-е годы, но про это забыли, а сейчас вспомнили. Поэтому... Вот. Как я уже сказал, психоактивные вещества используются, в общем, цивилизацией, тысячелетиями для формирования смысла образования. То есть вот сбор образов, каких-то эмоций в новое состояние, из мальчика в мужчину. То есть у нас копятся различные эмоциональные состояния, и возникают потом инсайты, там какие-то катарсисы. Для этого необязательно использовать психоактивные вещества. Это могут быть такие способы, там как экстремальный спорт, околосмертные переживания, какая-то музыка, ну и так далее. Когда раз, и тебе кажется, что ты понял что-то, да? То есть вот смысл образования, процесс формирования нового смысла. А что делают наркотики? Поскольку они традиционно использовались для смысла образования племенами, и когда стали использовать для кайфа, для удовольствия, смысл образовательной системы стала ломаться. И люди, которые употребляют вещества, они не могут создавать смыслы для своей жизни без использования психоактивных веществ. Это серьезная проблема, потому что помимо того, что вот при длительном употреблении развивается такая депрессия, апатия, ангидония, мы говорили, люди еще перестают, то есть они не понимают, они перестают создавать смыслы своей жизни, а смысл – это сердце, основа психической жизни. И жизнь становится бессмысленной и грустной. Поэтому способность к смыслу образованию является такой основной. психической жизни человека вместе со способностью к балансу. Существуют разные сферы здоровья, окружения, финансы, отдых, любовь, карьера, которые должны, мы стараемся в процессе психотерапии развивать равномерно, потому что у людей зависимых часто происходит дисбаланс. Например, трудоголики у них будет 100% карьера, а здоровье, семья – все это будет страдать. Если вы видите, какая-то сфера доминирует, а остальные отстают, надо, в общем, заниматься развитием этих сфер. Я здесь очень быстро, потому что времени осталось, чтобы на вопросы оставить. Поэтому старайтесь быть сбалансированной, гармоничной личностью, чтобы не развивалась аддикция или, не дай бог, синдром зависимости. Формируйте собственные смыслы без использования психоактивных веществ. Алкоголь и наркотики не решают ваши проблемы, а лишь создают новые. Если есть признаки аддикции, то есть еще без синдрома зависимости, не бойтесь обратиться к психологу, но если есть физическая зависимость, вообще синдром зависимости, вот по тем критериям, то надо проходить уже реабилитацию, обращаться к специалистам. Кратко о том, как проходит лечение зависимости. Много существует мифов о кодировании каких-то одномоментных способах. Но сейчас все-таки считается, что должно, поскольку, вы уже знаете теорию, с вами проще говорить, поскольку биопсихо-социальный компонент лежат в развитии зависимости, любое лечение должно включать биологические, психологические, социальные вмешательства. Мы это делим на три этапа. Первый этап, ну, условно детоксикация, такой медикаментозный этап, когда работают врачи, снимается синдром отмены, снимается специальными препаратами, восстанавливается депрессия, навязчивое желание употреблять. Это вот, ну, в основном, это делается в стационарах, капельницы, различные препараты, уколы. занимает это там 5-7, ну, при каких-то наркотиках опиоидных, там, до 14 дней. Но на этом не заканчивается все, потому что люди думают, прокапался, и все, я, в общем, вылечился от зависимости. На самом деле это не так, на этом этапе лечение только начинается. Следующий этап, это реабилитация, когда уже в загородных, специальных центрах, активность врачей сводится уже к минимуму, то есть какая-то поддерживающая терапия, если она нужна, и в основном это групповая, индивидуальная психотерапия, работа в терапевтическом сообществе, вот у нас реабилитационные центры, где основную работу выполняют бывшие зависимые, то есть, ну, фильм, бывшие, наверное, смотрели сериал, да, вот примерно такого плана, то есть ребята, которые имеют опыт выздоровления уже несколько лет, они делятся своим опытом с ребятами, которые только попали, у которых там неделя, две, три трезвости, и они с ними круглосуточно находятся, помогают, психологи, они такое вспомогательные, да, они приходят, проводят группы, и этот этап, он основной, но даже этого бывает недостаточно, не бывает, а недостаточно, потому что третий этап, это ресоциализация, то есть возврат в социум, восстановление утраченных социальных навыков, я вот когда общаюсь с ребятами на ресоциализации, я иногда даже не понимаю, то есть они учатся заново пользоваться телефоном, потому что у них телефон только для покупки, да, наркотиков использовался, они не могут считать деньги, потому что все деньги они спускали только на наркотики, это все учится, мы их учим заново делать, они ходят пока в городе, например, парами, потому что вот такие примеры рассказывали ребята, что они вдвоем идут, и он видит через дорогу своего соупотребителя, с которым он употреблял наркотики, и у него первая мысль, да я пойду, говорит, поздороваюсь с ним, второй человек его остановил, они пришли в дом, провели группу, и он как бы понимает, что если бы он сейчас пошел, поздоровался, все, он бы с ним ушел и сорвался, и тогда все вот эти этапы, а это может занимать несколько месяцев, пошли бы на смарку, то же самое касается родителей, если родители или жены, то есть родственники, не скорректировали свою созависимость, то есть поведение свое не изменили, и человек, прошедший все этапы, возвращается в семью, а там жена, да, испытывает вторичную выгоду от употребления, тоже это все лишается смысла, вот вспоминаю иногда пример, мы пролечили там от метадона пациента, тяжело он, в общем, переламывался, отправился он в реабилитацию, его кое-как уговорили, а жена через 10 дней его забрала, потому что она не выдержала одиночества, скуки, вот настолько она была зависима от него, настолько у него была сильная нехимическая зависимость от химически зависимого наркомана, и все наши труды послили на смарку, поэтому каждый из этих этапов, он имеет значение, ну вот про наркологическую помощь, что же просили рассказать, она, ну, естественно, бывает государственная, да, и частная, вот касательно подростков, я так до конца и не смог вот ответить на этот вопрос, что все-таки в городской наркологической больнице, по-моему, с 18 лет берут, то есть есть амбулаторные центры, да, но амбулаторной помощи не всегда достаточно, ну, плюсы государственных, это бесплатное лечение, но вот реабилитационных центров, к сожалению, государственных практически нет, есть там в Подмосковье один, такие стационарные, в Санкт-Петербурге есть отделение в городской наркологической больнице, но отделение в рамках больницы, в нем все-таки полноценной реабилитации сложно пройти, ну, мы стараемся, как я стараюсь выстраивать работу, чтобы одна команда специалистов работала с первого до последнего дня, в которой стоит врач, нарколог, он же психиатр, психолог и специалист, равный консультант, то есть тот, который имеет опыт собственного выздоровления, они, соответственно, их функции просто меняются местами, если сначала главный врач, потом, так скажем, психотерапевт, на третьем этапе ресоциализации уже равный консультант, его роль, она становится основной, а врача уже только если какая-то нужна специализированная помощь, вот, поэтому профилактика, она зависимости делится на первичную, вторичную и третичную, то, чем я занимаюсь в свободное, так скажем, от работы время, да, всеми тремя видами, первичная на всех людей распространяется, вторичная на тех, кто уже имеет какой-то опыт употребления или начальные этапы зависимости, ну, а третичная на тех, кому уже необходима полноценная реабилитация, поэтому моя задача в этом плане проинформировать, да, о том, какие бывают вещества, как развивается зависимость, потому что, когда вы это знаете, на самом деле, первый этап – это всегда признание проблемам, потому что, когда проблема отрицается, ну, и выздоровление, там, помощь невозможная, вот, и поэтому моя личная миссия – это увеличение количества людей, ведущих трезвый и осознанный образ жизни, для этого стараюсь проводить такие лекции, какие-то в основном в Ютубе, мы записываем подкасты, интервью с бывшими зависимыми, потому что, ну, на мой взгляд, это и есть такая настоящая реабилитация, не когда там люди в погонах приходят в школу и кошмарят вас, да, а когда мы по-настоящему, да, без прикрас рассказываем о том, как устроена зависимость, а интервью можете посмотреть о том, как ребята начинали, и как выбрались, да, как зашли в ремиссию. Ну, все, благодарю за внимание. Если есть вопросы, да, я думаю, там у нас есть время. Игорь Александрович, а Вы работаете с подростками в Ваших клиниках? Если нет, то почему? И, возможно, Вы какие-то личные сами консультации даете подросткам? С подростками юридически, да, я скажу, как помощь строится, что с 16 лет, с 16 лет уже человек, да, подросток может подписать добровольное согласие, имеет право он подписать на медицинскую помощь, и тогда мы можем с ним работать. В плане, здесь, в плане медицинской помощи, то есть психологическая, психотерапевтическая помощь, реабилитация, она возможна и подросткам, а медицинскую, вот мы стараемся с 16 лет, когда уже человек имеет право сам добровольно это согласиться. Но работа, нет, мы работаем, да, у нас в реабилитации бывают подростки, это всегда такая сложная работа, потому что даже это не реабилитация называется, а абилитация, то есть не восстановление утраченных навыков, а мы просто учим жить. Вот у нас сидит Евгений Николаевич там сзади, он такой русский, современный Короленко, вот он иногда занимается с подростками, то есть их надо учить всему, да, как там, ну, практически всем каким-то социальным, психологическим навыкам, и для них важен пример. Вот я говорил, когда о социальных факторах, да, если отцовская фигура, ну, например, для мальчика большой, если отец там сам вел такой образ жизни, естественно, он идет, и ему как бы нужна новая, так скажем, отцовская фигура, и вот мы какого-то такого образца для подражания пытаемся создать. То есть с подростками работаем, скажу так, а в чем там бывают подводные камни, в том, что родители не всегда понимают серьезность. Вот что-то я сейчас вспомнил, приходили ко мне на консультацию, да, мальчик, 16 лет, и мама говорит, ну, вот он с 14 до 15 курил траву, ну, трава вроде, чего такого, да, траву курил, а сейчас начал соль нюхать, и вот у него там проблемы, он там глюки ловит, я говорю, а вот ничего страшного, да, то есть она, родители сейчас закрывают глаза, либо в силу того, что у них, ну, созависимость, либо, ну, настолько это неприемлемо, да, признать проблему, и возникает, что они обращаются за помощью, когда уже, это поздно, да, он уже серьезно пострадал. Поэтому вот если такие семьи есть, то, ну, родителям, конечно, надо не закрывать глаза, а максимально быстро обращаться за помощью и пытаться убеждать, ну, убеждать ребенка, подростка, да, пройти помощь. А скажите, пожалуйста, когда происходит синдром отмены, могут ли врачи помочь вот это состояние ломки или каких-то болевых, иллюзорных, возможно, ощущений облегчить? Что это? Может быть, медикаментозная какая-то тоже помощь и так далее? Что вот это может быть? Ну, да, это тоже интересно, потому что на самом деле, не, ну, конечно, мы это и облегчаем, это наша работа. Просто, ну, так, если вот туда уйти, в фармакологию, на самом деле помогают не обезболивающие средства, а какие-то там психотропные средства, например, антидепрессанты или иногда там нейролептики, в общем, седативные средства, они, снимая тревогу, снимая напряжение, улучшая настроение, они и снимают боль. То есть при современных лекарствах практически можно синдром отмены, ну, относительно безболезненно пройти, восстанавливаем быстро мы сон, убираем неприятные ощущения, там, снимаем тревогу, и интенсивность тяги вот этих навязчивых мыслей, она тоже снижается, потому что если недостаточно лететь или не лечить, человек, проблема-то не в боли, да, он срывается не из-за боли, а из-за вот этого дискомфорта, он просто через какое-то время, то есть в клиниках у нас бывал, и раньше, сейчас люди выбивают окна, и дальше идут, был, помню, как-то пример, в клинике человек, тоже, ну, чуть-чуть где-то неправильно было лечение, именно не обезболивающих, да, а вот таких седативных средств, он украл телевизор из палаты, через там подвал вылез, а когда позвонили, он уже его продал и уже укололся, вот поэтому на самом деле такая вот работа нарколога, она непростая, потому что это как психиатрия, только надо действовать молниенозно, состояния могут меняться в течение дня там по 10-15 раз, то человек эйфоричен, то он спокоен, потом у него резко депрессия, потом резко тягу, он выбивает дверь, и вот опытный нарколог уже знает, мы заходим иногда с утра в палату там на обходе, и вот уже по мимике, по поведению, по суете, понятно, этому человеку нужно полечиться немного, да, а если это не понимать, то, конечно, будут вот такие выбитые двери, там, окна, не дай бог, еще что-нибудь. Игорь Александрович, такой вопрос, как вы считаете, наличие нехимической зависимости, например, тяга к компьютерным играм или любовная зависимость, они увеличивают риски попасть в химическую зависимость, то есть это как-то усугубляет ситуацию с химией? Ну, думаю, что да, потому что это же как бы аддиктивный такой этап развития зависимости, и вот на фоне дискомфорта, связанной с нехимической, как нехимической зависимостью, по какому механизму вот эта аддикция, то есть сначала возникает напряжение какое-то внутреннее такое, пока неосознаваемое, с нижним настроением, с напряженностью, и возникает желание осуществить привычное какое-то действие, ставку сделать или там позвонить любимому смс-ку написать, то есть человек терпит, потом терпеть не может, совершает действие, на какое-то время это приносит облегчение, а потом вновь начинает копиться, копиться напряжение, и по мере развития вот этой аддикции напряжение снимается очень на короткое время, да, то есть он сделал ставку, а все равно сразу же начинается опять и опять, и если человек начинает использовать химические вещества, чтобы снять это напряжение, конечно, у него начинает быстро развиваться еще и химическая зависимость, или у некоторых нехимическая уже скорее уходит на второй план, да, уже там недолюбимое дело, уже главная задача это купить наркотик, да, вот, поэтому и то же самое в плане лечения, вот мы вначале говорили перед лекцией о том, что лечение, оно тоже сначала из нехимической часто переходит, ой, вернее, из химической переходит в какую-то нехимическую, там, зависимость от группы или что-то еще, а потом уже, когда есть ремиссия, ну, там, год, например, мы человеку начинаем вот это колесо жизненного баланса развивать, потому что сразу, там, после химического употребления наркотиков стать сбалансированной какой-то гармоничной личностью, ну, крайне сложно, да, поэтому могут быть какие-то перекосы, там, трудоголиком быть человек, а потом, потом психотерапия, вот психотерапия, как раз на этом этапе это основное, что может помочь. Вообще бывают люди без зависимости, свободные от аддикции? Ну, наверное, без зависимости в современном мире очень, да, не бывает, наверное, таких людей, вопрос скорее в тяжести, да, в степени развития зависимости, и самое важное в осознанности, ведь основная проблема всего, о чем мы говорим, это сниженная осознанность, то есть, когда человек начинает понимать, что у него, да, аддикция, он уходит от реальности, игрой или пивом, там, или каким-нибудь курением марихуаны, начинает это понимать и начинает вместо ухода изменять какую-то реальность, нормализовывать отношения, работать над собой, там, не знаю, зарабатывать деньги, еще что-то, то есть, решать проблемы, а не уходить, не зарывать голову в песок, вот, тогда может и быть какая-то аддикция, но по мере осознанности она постепенно уходит на второй план и начинаются развиваться другие сферы жизни, человек уже получает удовольствие, там, не химическим путем, когда он получается это делать, да, он от спорта, там, от еды, от каких-то хобби, у него постепенно, постепенно эта аддикция растворяется, то есть, это такой динамический процесс, да, а потом на каком-то этапе жизни опять она может, например, на первый план выйти, да, в силу какого-нибудь стресса интенсивного, снижения психологических защит, так вот и живем от аддикции к свободе, да, совсем в терапии, так или иначе. Без психотерапии никуда, да, в современном ритме жизни, когда, тем более в больших городах, это как бы помогает, то есть, вот раз в неделю психотерапии, вместо того, что раз в неделю какой-нибудь там, да, совершите наркотический эксцесс, то есть, то же самое, копится напряжение, поэтому, например, психотерапию, пока человек употребляет, бессмысленно, ну, мне кажется, потому что он копит напряжение, и вместо того, чтобы на психотерапии сразу все, как бы, да, разложить, он его снимает, и приходит уже разряженным, у него нет полноценного какого-то запроса, вот, а, да, в оригинале так и должно быть, то есть, напряжение у нас, как ни крути, будет, и у меня то же самое, когда там интенсивная работа, стрессы, но оно должно сниматься психотерапией, там, спортом, какими-то упражнениями, и так далее, а не веществом, потому что вещества, они решают проблему, а усиливают напряжение, это до того уровня, когда его уже, ну, ничем снять невозможно, кроме вещества. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорим больше про детей и подростков, вот, допустим, если подросток быстрее родителей осознал, что у него уже зависимость, но живет в какой-нибудь деструктивной семье, что ему делать, к кому обратиться, где искать спасение? Ну да, сложный вопрос, но вот я говорю по поводу подростков, конечно, мне в плане помощи, она, ну, недостаточно развита, как хотелось бы, да, потому что таких специальных центров, реабилитационных, ну, практически нет, и вот, то, что здесь я узнал, такое есть место, да, где даже психотерапия бесплатная, ну, это, мне кажется, очень круто, вот, что-то такое, по идее, и должно быть, потому что это проблема государства, да, подросток сам заработать деньги себе на лечение, естественно, не может, если семья дисфункциональная, асоциальная, то, ну, они ему не то, что не дадут денег, не помогут, они его будут топить, да, это же, как бы, такие родители, они, мы тонем, и тебя с собой, ты что такой умный, да, осознанный стал, а ну давай, накати с нами, и, конечно, если ребенок вот это осознает, это очень круто, что он появился, и государство должно организовывать такие социально доступные какие-то заведения, ну, во-первых, есть группы анонимных наркоманов, об этом, может, я не сказал, мы к этому этапу после реабилитации уже, вот на этапе ресоциализации, они абсолютно бесплатные, есть практически, ну, в каждом районе, в Санкт-Петербурге, их очень много, у каждого метро, но и в Колпино есть, то есть, там собираются люди, работают по 12-шаговой программе, все зависимые, там нет врачей, психологов, и, пожалуйста, можно туда прийти, вот как раз туда попадают люди с высокой осознанностью, да, кто может уже с помощью групп начать выздоравливать, вот если ребенок думает, что там никто его, ну, все его примут, наоборот, такой будет сын полка, как минимум группы анонимных наркоманов, и вот какие-то такие места, где, ну, как можно организовать такое прибежище, да, с помощью, там, творческих занятий, мероприятий, бесплатной психотерапии, то есть, это вот только государство, конечно, прерогатива, да. То есть, важно найти поддерживающее сообщество, да, людей, которые могут оказать эту поддержку, и в случае чего организовать консультацию? Эту поддержку должны дать родители, но если вот так сложилось, что, ну, родителям самим нужна поддержка, то, конечно, государство этим должно заниматься, потому что растет же новый член социума, если он начнет выздоравливать, он создаст гармонично здоровую семью, а если он пойдет по стопам родителей, это же здесь психотерапия, понятие таких травм поколений, мы страдали, да, там, бабушки страдали, и вы должны страдать, и, как бы, люди, на самом деле, вот их так воспитывают, что надо страдать, счастье надо там заслужить, еще что-то, и по поколениям идет какой-то аддиктивный, там, например, все страдают там зависимостью. Когда зависимая семья, где все с зависимостью, например, алкогольный, и ребенок видит это с детства, решает вообще не употреблять никогда алкоголь, и от обратного живет. Да, вот я и говорю, что когда есть биологический фактор, когда я рассказывал, когда есть наследственная предрасположенность, обычно, ну, на моей практике, люди делятся на два типа. Одни полностью отказываются, и они понимают, это как вот, знаете, как с аллергией. Вот человек знает, что у него аллергия на мандарины, но ему просто надо исключить этот продукт и жить полноценной, счастливой жизнью. А можно давиться мандаринами, краснеет, чесаться постоянно, но продолжать их есть, и тогда, ну, как бы страдать. То же самое, человек с предрасположенностью может полностью просто исключить алкоголь, тем более он видит, до чего это довело его семью, там, родители, и живет полноценной, счастливой жизнью, но скорее это должен быть полный отказ, да, в таких ситуациях. Потому что, если он будет пытаться контролировать, договориться с алкоголем, по чуть-чуть пить, его наследственный фактор, все равно рано или поздно выстрелит, и он потеряет контроль, у него начнут расти дозы и так далее. То есть полный отказ, скажешь, в таких ситуациях. То есть если есть наследственный фактор, то у человека нет шансов именно вот быть, употреблять, но не, условно говоря, подать. Просто здесь нет шансов сказать ни о чем нельзя, здесь просто высока вероятность, да, что касательно генов, потому что, насколько это будет выражено, предсказать очень сложно. Но если оба родителя, например, алкозависимые, то вероятность крайне высокая. И в такой ситуации лучше полностью отказаться. Потому что у одних людей зависимость пройдет все стадии, там, за 10 лет, и он умрет через 10 лет. А бывают люди, которые в 40 лет первый раз похмеляются. То есть они 20 лет пьют относительно, умеренно, у них постепенно, там, очень медленно, да, контроль исчезает, и они там, обстиненный синдром появляется в 40-50 лет. А кто-то, вот как я уже рассказывал на примере, в 20 лет уже у него белая горячка. То есть здесь все вот такой, как бы, ну, градиент, высота рисков. Если риски высокие, то лучше полностью отказываться и судьбу не искушать. Есть еще вопросы в зале? Как раз по таймингу ложились. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за такую информативную, содержательную лекцию. Спасибо за приглашение, надеюсь, да, полезно кому-то будет. Мы это видео, благодаря нашему оператору Степанову, выложим в Ютубе, и, может быть, кто-то посмотрит, и какие-то у него возникнут вопросы, задуматься, да, о том, что употребляет он не из-за своего желания, а из-за того, что у него есть зависимость, и пойдет там на группу наркоманов, начнет выздороветь. Даже одна вот такая спасенная жизнь, она меня как бы мотивирует, ну, продолжать какую-то такую деятельность просветительскую. Поэтому спасибо всем. Благодарим вас. Всего доброго.